РОЖДЕСТВО Рождество — это день подарков. Вы знаете, как появился день подарков? В 19-м столетии в Англии 26 декабря был днём, когда богатые англичане давали выходные своим слугам. Господа давали своим слугам коробки с рождественскими подарками и едой, чтобы они отнесли их домой. В Канаде большинство людей считают день подарков возможностью воспользоваться хорошими предложениями. Раньше люди с нетерпением ждали дня подарков. Они готовы были терпеть дождь, снег и огромные очереди, чтобы получить желаемый товар. Я помню, как стоял в очереди 15 лет назад у магазина, потому что хотел купить телевизор и DVD-проигрыватель. На следующий день подарков я стоял за iPad. А в середине этого декабря я зашёл в интернет и увидел, что предложения на день подарков уже были доступны. Нет смысла ждать, стоять в очереди. Я мог просто зайти на сайт любого магазина и купить то, что хочу. Если вы смотрите нас сегодня в своём смартфоне, то мне жаль вас. Поверьте, есть варианты получше. Проблема с подарками на этот день состоит в том, что их ценность ограничивается временем. DVD-проигрыватель и iPod, которые я купил 15 лет назад, больше не используются. Они устарели. А в 2008 году не стало того магазина, в котором я их покупал. Мы можем так увлечься предложениями на день подарков, что упустим суть рождественского периода. Есть ли подарок, которого стоит ждать, чья песня будет звучать в вечности? Сегодня я приглашаю вас послушать песнь небес. И не потому, что мы пытаемся скрыться от реальности, а потому, что события, случившиеся 2000 лет назад, касаются нас сейчас. Как написал Иоанн в Иоанна 1,5, «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». А затем он говорит в 14 стихе, «И слово стало плотью и обитало с нами, и полная благодать и истины». Итак, это не был слабый свет или размытый образ, а живой Бог воплотив. 2000 лет назад, в темную ночь, Бог пришел к людям, Иисус стал одним из нас. И когда Он сделал это, Он вышел в нашу повседневную реальность. Его жизнь, послания и слова обращены к нам, людям, которые сталкиваются с реальностью этих дней. Он пришел в реальный день истории, а не какой-то воображаемый день. Он пришел в настоящее место, в город, который существует и сегодня. Не в Нарнию, Средиземье или далекую галактику. Бог пришел в человеческую историю на Земле. Возможно, у вас есть сомнения. Может ли Бог обратиться ко мне в моей ситуации сегодня? Есть ли какая-то связь между моим опытом и Иисусом? Это сомнение, источником которого является желание понять, готовы ли мы верить, и есть ли причина. Но также есть и сомнения, которые ищут причин не верить. Иисус не считает сомнения чем-то бунтарским или плохим. Он также не призывает нас жить в постоянном сомнении. Он приглашает нас прийти и послушать, увидеть и понять. В сегодняшнем фрагменте мы увидим пастуков на холмах возле Вифлеема. Они делали то, чем занимались тысячи лет. Ночью они защищают своих овец от диких животных и воров. Они просто пытаются пережить ночь, только они работали в рождественский вечер. Скорее всего, они рассказывали свои любимые шутки про римлян, когда внезапно луч света пронзает их тьму. Это удар по их чувствам. Их глаза жмурятся, сердце выпрыгивает из груди. Божья слава освещает их. Это видимое явление силы и присутствие Божьего. Не в храме, а на поле. Пастухи в шоке. Они никогда так не боялись. Почему Бог явил себя пастухам? Пастухи — обычные люди. Они не флюенсеры и не лидеры нового поколения. В контексте человеческой власти и привилегий они никто. Но радостная новость состоит в том, что она обращена к таким людям, как пастухи, такие, как мы. Ангел является перед ними. Он ощущает их страх и говорит, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Это Луки 2, и то, что было сказано им, касается и всех нас, всех людей повсюду. Это хорошая новость. Приносит великую радость. Радость приходит с небес на землю. Это суть благой вести. Ангелы поют. Они поют песни небес. Луки 2,14. Слава вышних Богу. И на земле мир. В человеках благоволение. Бог говорит, пастухи должны прислушаться. Не все религиозные люди поют. Кто-то скорбит, кто-то стенает, кто-то сидит в молчании, а кто-то в страхе. Первые слова ангела. Не бойтесь. Не бойтесь. Послание Рождества разрушает наши страхи. Иоанн позже пишет Иоанна 3,17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Последователи Иисуса поют. И какова причина их песни? Кто-то пришел к ним. Ангел четыре раза говорит, «Вы, вы, вы, вы». И я провозглашаю радостную весть вам. Это личное послание, которое касается всех, вас и меня. И это послание не о будущем. Это радостная весть на сегодня. Сегодня родился вам Спаситель, Мессия, Господь. Вот это да. Спаситель, Мессия, Господь — это мощные титулы. Это единственное место в Библии, где эти три титула появляются вместе. Спаситель, Божий избавитель людей во всем мире. Он тот, кого послали спасти людей от их грехов. Только Бог может прощать грехи. Мессия — помазанный посланник Отца, долгожданный помазанник. Господь — суверенный Бог всемогущий, Господь вселенной, который управляет историей. Почему эти слова были так важны для людей первого столетия? Цезарь Август, император, считал себя сыном Бога, спасителем мира. Он заявляет о божественности своего отца Юлия Цезаря и позволяет называть себя сыном Бога. Это был путь к тому, чтобы после смерти его признали Богом. Послушайте, это описание. Божественный Август, Цезарь, сын Бога, император суши и воды, спаситель и добродетель всего мира. И именно в этот заблудший мир приходит Бог, настоящий император, настоящий спаситель и Господь всей земли. Но Он рождается в Вифлееме, а не в тронном зале Рима. Цезарь сидит в Риме, а Бог пишет историю Вифлееме. Бог пришел в историю человечества. Не бойтесь, страх перед отвержением и неудачей теперь можно победить благодаря Его любви к нам. Он пришел ради нас, потому что мы нужны Ему. Страх перед будущим и обстоятельствами можно преодолеть, потому что Иисус Господь над всем. Он благ. Мы можем доверять Ему. Страх, который парализует нас эмоционально, можно преодолеть, потому что Иисус с нами. Страх перед смертью и уничтожением можно преодолеть, потому что мы будем жить с Ним вечно. Наше вечное будущее обеспечено. Поэтому не нужно бояться. Послушайте, слушали ли мы рождественскую песню внимательно? Слушали ли мы внимательно вообще? Одна из моих проблем в браке состоит в том, что я не всегда хорошо слушаю. Моя жена может сказать что-то мне, и вскоре она замечает, что я не обращаю на это особого внимания, и тогда она заявляет, что я не слушаю. Тогда я спокойно повторяю ей ее слова. От этого она раздражается еще больше, потому что я просто записывал что-то в голове, не слушая на самом деле. я слушал в том плане, что слышал слова и даже мог повторить их, но не позволил их посланию повлиять на меня. Я не размышлял над тем, что было сказано, не думал о последствиях того послания, которое пыталась до меня донести моя жена. Слушать, но не слышать, это плохо для брака, и это разрушает наши отношения с Богом. Мы должны слушать внимательно, останавливались ли мы, чтобы послушать песен небес, или мы слишком заняты тем, что происходит сегодня в нашем мире. Лидеры правительств борются за власть, медиа заняты донесением своих посланий, пандемия продолжается, проблемы с наркотиками растут, инфляция растет, а моральный кризис лишь усугубляется. На личном уровне нам тоже тяжело, тревога, страх перед будущим, сомнения, болезни, множество вещей борются за наше внимание. Мы постоянно отвлекаемся. Зачем нам слушать песни небес? Как история ребенка, рожденного в Вифлееме, связана с нашей историей? Стихи, которые мы прочитали четыре раза, говорят о слушании. Слушали ли мы калятки на заднем фоне, как просто знакомые мелодии, или мы размышляли над их словами, обращали внимание на музыку, прислушиваясь к симфонии небес? Рождественские слова могут чекотать наш слух, но проходить мимо нашего сердца. Несколько недель назад в Торонто я наблюдал над тем, как песня коснулась моей дочери до слез. Почему? Потому что она слушала, небо над пастухами озарило песней. Занавески небес открылись, и песнь небес сошла на землю. Она была о мире между людьми, жизни Бога с людьми. И вот признак того, что это было на самом деле. Луки 2.12 И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Где? Ребенка в кормушке? Что? Каков признак его пришествия? Пришествие Иисуса загадочнее всего, что можно представить. Многие переводчики предполагают, что кормушка была в пещере возле села. В те времена пастухи часто проводили ночи в пещерах. Это не особо романтично. Но почему в кормушке, а не в золотой люльке дворца? Задумайтесь над тем, каким было бы послание, если бы случилось противоположное, что если бы Иисус в семье Цезаря в римском дворце, или хотя бы в аристократической семье, или в семье греческого философа, или в семье главного перосвященника Иерусалима? Тогда бы радостная весть была лишь для политической элиты, для немногих образованных, для религиозной элиты. Но Иисус родился в кормушке. И почему Он явился в облике младенца, а не в виде огненной бури или вихря? Он пришел не для того, чтобы впечатлить нас, но стать одним из нас. Он пришел не для того, чтобы подавить нас, но шокировать нас Своей любовью. Он пришел не для того, чтобы судить нас, но оправдать нас. Иисус пришел, чтобы родиться в этой пещере, в Вифлееме, чтобы потом Его хоронили в другой пещере за пределами Иерусалима. Он пришел, чтобы разогнать тьму, убрать преграду между нами и Богом, чтобы мы были вместе. Он пришел, чтобы открыть путь, таково сердце Отца. Кормушка — это знак того, что Бог не безразличен. Что должны были сделать пастухи? Пойти и посмотреть. В этих стихах трижды говорится об этом. Смотреть — значит взирать, охватывать. Смотрим ли мы? Несколько недель назад я бежал по нашей округе. Многие яркие огоньки украшали дома. Но меня удивило то, что не было никаких фигур, а только цветные огоньки. Несколькими месяцами ранее в нашем районе отмечали Хэллоуин, и люди выставляли фигуры ведьм, гоблинов и черепа. А на Рождество либо не было никаких фигур, либо какие-то абстрактные изображения. Я помнил, что по привычному маршруту был чудесный рождественский вертеп. Я пошел мимо него, так как был поглощен своими мыслями. Когда я понял это, я оглянулся назад и увидел лишь сияющую голову пастуха. Обращаем ли мы внимание на это Рождество? Есть ли кто-то на нашей сцене? Открыты ли наши глаза для реальности Рождества? Ангел призывает нас смотреть внимательно. Пастухи внимательно слушали послания ангелов. Они обсуждали происходящее и решили пойти и посмотреть. Они верили, что получили слово от Бога. Пастухи побежали в Вифлеем. Мы видим их спешку. Они нашли пару и младенца в яслях. Божье слово подтвердилось. Ему можно доверять. Ночь все еще темна, но они наполнились неверозимой радостью. Они остались пастухами, но Бог проговорил к ним на языке, который они знают. Они поняли, что означает младенец в яслях. Бог встретил их там. Цезарь все еще правит в Риме. Ирод Великий все еще правит в Израиле. Эти лидеры в ежедневных новостях. Их дела, победы, достижения, пастухи все так же смотрят за стадами. Но они простые люди встретились со своим спасителем. Они изменились. Бог сошел к ним. Это удивительно. Уходя из пещеры, они оставляют Марию в замешательстве. Мы читаем в Луки 2.19, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Она думала, что все это означает. Слово «слагать» значит складывать воедино, соединять. Она размышляла над событиями своей жизни. Она аккуратно складывала все воедино. Она хорошо слушала и внимательно смотрела. Она ценила эти вещи. Мария ценила то, что слышала и видела. Это связано с эмоциями в сердце. Она поддерживала огонь в своем сердце. Она позволяла этим вещам влиять на нее. Человек, который ценит, задает следующие вопросы. «Если я действительно верю в то, что говорит Бог, то как это меняет мою жизнь? Как это меняет мой взгляд на Бога? Как это меняет мое мышление, мое отношение, мои чувства, мои отношения?» Дух Божий сошел на нее. Она зачала. Когда ребенок рос у нее в утробе, Цезарь Август устроил перепись. Марии пришлось проехать 140 километров дом своих предков. Это все равно, что пройти пешком от Ванкувера до Хоуп. Но оказалось, что ее село заполнено путешественниками. Темной ночью после длительного путешествия родился ее сын. Он родился в ночь, когда ей и ее сыну не нашлось места. Никто не поприветствовал их. А потом появились удивительные пастухи. Ангелы пели им. Что все это означает? Она наблюдала за взрослением сына, затем, как он говорил, видела, как он творил чудеса. Как его распяли на холме возле Иерусалима, а затем похоронили в пещере, и начала понимать, а когда он воскрес из мертвых, она была одной из первых, кто встретил его. Сила воскресения, жив навеки, чудесный советник, всемогущий Бог, Отец Вечности, Князь Мира, Иммануил, Бог с нами, Спаситель Мира, Свет Миру, Который вечно светит ярко. Просто удивительно, в день рождения Иисуса ангел сказал, слова вышних Богу, и на земле мир, мир с Богом, внутренний мир, мир с другими, шалом, жизнь, какой она должна быть, слушая песню небес и глядя на эту историю, нас приглашает принять мир. Примите Князя Мира, Иисуса, Иисус пребывает в нас, только Он может дать нам настоящий мир. Но чтобы принять Его мир, нам нужно освободить место в своем сердце. Мария и Иосиф не нашли комнаты в ночь рождения Иисуса, но нашел ли Иисус место в наших сердцах сегодня? Чтобы понять, что происходило, Мария, Мать Иисуса, следовала логике, задавала вопросы. Точно так же должны поступать сегодня и мы. Если хотим получить Его мир, Мария подает нам пример веры. Мы должны слушать и смотреть внимательно. Ослепляющий свет пробудил пастухов из полуночной дремы. Они решили поступать согласно слову, которое получили. Они быстро побежали в город и нашли то, что искали. Слово подтвердилось. Они никогда не ощущали себя настолько живыми. Божий свет и злился на них. Свет освещает сегодня наши сердца. Он приглашает нас приблизиться к Нему, войти в Его радость, принять Его мир. Он не просто хочет дать нам бустерную дозу от следующего варианта вируса. Он хочет дать нам победу над тьмой и смертью. Он не хочет просто дать нам сил, чтобы пробраться через странные семейные отношения в это праздничное время. Он хочет, чтобы мы нашли настоящий источник мира. Это дар, который остается. Чудо Рождества состоит в том, что Бог записал себя в нашу историю. Он стал одним из нас. Он пришел к людям вроде нас, с проблемами, с болью, с тревогами, с хрупкостью и отчаянием. Когда мы отдаем свои жизни Богу, как это сделала Мария, когда принимаем сказанное слово, как это сделали пастухи, мы открываем свои сердца чудесным делам Божьим в нашей жизни. Когда мы отворачиваемся от своей независимости и изоляции, приходим в нужде, Бог омывает наши сердца любовью. Мы переживаем мир с Богом. Это суть того, что приносит Иисус. Мир с Богом. Не жизнь без проблем и не жизнь в вечном блаженстве. Мы принимаем мир Божий внутрь, потому что Он освобождает нас от нашего чувства вины. Стыда побеждает наши страхи. Внутренний мир дар Божий. Его Дух послан, чтобы жить внутри нас. Теперь мы дети Божьи. В Луке 2 пастухи идут дальше. Они не только хорошо слушают, внимательно смотрят и встречаются со Спасителем. Подтвердив услышанное, они становятся первыми свидетелями рождения Иисуса. Они первые посланники радостной вести. Они видели, слышали, пережили это. Они присоединяются к армии ангелов небесных. Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. Если мы встретились с Иисусом, то можем поделиться радостью. Несколько недель назад я прошел мимо съемочной площадки, но я не спрашивал, что за фильм они снимают. Они рассказывали историю, но я не знал ее. И то же самое происходит сегодня со многими. Никаких образов или историй. Рождественское время для многих перестало нести историю. Просто цветные огоньки. Мы должны одарить людей этой историей. Когда мне было 19, я не понимал смысла жизни. Я злился на Бога, на свою семью, на окружающий мир. У меня не было песни мира внутри, но по Божьей милости я начал слушать. Кто-то обратился ко мне. Я начал искать, читая Писание. Я узнал, что Бог послал своего сына потому, что возлюбил мир и меня. Когда я был грешником, Он пошел на крест и отдал свою жизнь за меня, чтобы Его свет осиял мою тьму, чтобы я нашел любовь Божью. Я начал понимать Иоанна 1.12, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. И звездной ночью в Техасе я отдал свою жизнь Иисуса, став Детем Божьим. Я не увидел ангелов, но обрел мир. Я пережил то, о чем Павел пишет в Римлянам 15.13, Бог же надежды, да исполнит вас, всякой радости и мира вере. Мы принимаем мир Божий, когда полагаемся на Иисуса. Когда мы отдаем свою жизнь Иисусу, все меняется. Не потому, что меняются наши обстоятельства, пандемия не заканчивается мгновенно, не все отношения вы не разберетесь во всем сразу, но Бог находится в вашем и моем сердце, и благодаря отношениям с Богом мы начинаем жить. Иисус дает нам новую песню, песню небес. Возможно, вы никогда не принимали Иисуса в сердце, но сегодня понимаете, что Иисус пришел ради вас. Почему бы вам не принять величайший дар? Если вы хотите пригласить Иисуса в свою жизнь, то помолитесь со мной. Иисус, спасибо, что пришел на землю две тысячи лет назад, открыв сердце Бога, твоего Отца, нам. Спасибо за приглашение узнать тебя. Пожалуйста, прости меня за то, что я жил сам, отдельно от тебя. Спасибо, что умер на кресте и заплатил цену за все мои грехи, мои плохие мысли, слова, отношения и действия. И я обращаюсь от своего пути и отдаю всю свою жизнь тебе. Я прошу у тебя прощения и новой жизни. Иисус, веди меня с этого дня, наполняй меня твоим духом, превращай меня в человека, которого ты хочешь видеть. Я хочу быть похожим на тебя. Отче, спасибо, что принял меня в свою семью и дал мне дар вечной жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы повторили эту молитву от всего сердца, то стали Детем Божьим. Будет чудесно, если вы поговорите с другим последователем Иисуса, родственником, другом. Можете связаться с нами через сайт. Мы будем рады поговорить с вами и ободрить вас. Продолжение следует...